На этом уроке мы с вами продолжим пятую главу трактата Авод. И здесь осталось несколько Мишна-Йод на разные темы. И последний Мишна мы оставим на отдельный урок. На последний урок в эту неделю будем говорить о Мишне, который имеет много практического применения, халахических следствий, утверждения Бентеймы. А также поговорим в конце о том, кто такой был Йоханан Бен Багбаг и кто такой был Бен Хей-Хей. А сейчас у нас, начиная с 19-й Мишны, в Орскровском издании, говорится, любая любовь, которая от чего-то зависит, корыстная любовь какая-то, соответственно, когда нету этой причины, то и любви нету. Своего рода проверка настоящей любви. Литмус-тест. Будет или не будет эта любовь, если убрать причины, которые, возможно, привели к возникновению этой любви. Если любовь зависит от причины, тогда, когда нет причины, то нету и любви. Если любовь не зависит, и она бескорыстная, тогда она останется в любом случае. И вот примеры интересные даны здесь из Танаха, из обе, собственно говоря, из книги Шмуэля. Это любовь Амнона и Тамар и любовь Давида и Йонатана, Йонатана и Давида. Первая любовь зависела от причины, что был некий Амнон, один из сыновей Давида. Кстати, в тот момент он, возможно, что даже бы претендовал на царство когда-нибудь, был первым сыном Давида. И ему понравилась какая-то девушка. Некоторые говорят, что она была его сестра по отцу, некоторые говорят, что она не была по халахе его сестрой, мамаш. Но, во всяком случае, это была дочка или приемная дочка Давида от какой-то другой жены, возможно, от Яфы Тор, как говорится, от женщины, которую взяли на войне. Есть вопрос, халахически была бы ли разрешена эта Тамар Амнонова. Во всяком случае, он в нее влюбился, но влюбился чисто по физическим причинам. И потом он придумал способ, вернее, его другому посоветовал, как получить возможность с ней уединиться. И после насилия он ее возненавидел. С другой стороны, у Давида и Йонатана, разумеется, было бы много корыстных причин на любовь, так сказать, на дружбу. То есть, с одной стороны, у Давида была бы выгода, когда Йонатан был сыном, главным, опять же, сыном царя Шауля. Выгодно дружить с таким другом, да? А Йонатану тоже, может быть, понравилось, как Давиду бил Голиафа, или еще какие-то были причины, что он хотя бы от него, научиться какой-то технике борьбы, да? Еще много можно придумать причин корыстных, по которых у них возникла такая дружба. Но на самом деле это была настоящая дружба, бескорыстная. И даже когда уже все причины исчезли, и наоборот, были причины возненавидеть друг друга, в какой-то момент оказалось, что они на самом деле своего рода конкуренция, да? Потому что, с точки зрения Шауля, Давид был как бы юзурпатор, пытается, значит, получить власть. А Шауль надеялся, что власть перейдет после его смерти его сыну, Йонатану. Поэтому у Йонатана была вся причина возненавидеть Давида, как, собственно, и хотел его отец. Да? Отец отцу Шаулю, первому нашему царю. Очень не нравилось, что Йонатан дружит с Давидом. И он, тем не менее, продолжал и спасал Давида, и всю жизнь они друг друга любили. И потом, когда умер Йонатан, погиб на войне, Давид создал злобую балладу. Во всяком случае, это хороший очень пример выбора нашей мудрецы, когда в действительности, хотя причин было много, чтобы любовь пропала в разные времена, а наоборот, превратилась в ненависть, в зависть и так далее, но ничего из этого не произошло, а они остались верны и дружны друг с другом. Следующее подобное насчет Махлокет, споров. Здесь уже примеры даются, второй пример не из Танаха. Значит, говорится, что тот спор, который во имя истины, или Шем Шамаем, на самом деле написано, ради небес, он, как говорится, продержится, да, то есть, в смысле, оба мнения, так как оба пытаются узнать истину, в каком-то смысле оба правы. Вот пример, который будет данный позже, это Махлокет Хилалы Шамай, может быть, имеется в виду также их учеников, да, Бет Хилалы, Бет Шамай, так сказать, Дома, Медраша, изучения. Говорится, что их слова, и те и другие, как говорится, и те и другие, диврелы ким хаим, так говорит Талмуд, что в каком-то смысле и те и другие правы, да, когда мы находим, например, что в Нишне или в Шухонарухе приводятся два мнения, это не значит, что один абсолютно прав, а другой абсолютно неправ. Аллаха следует какому-то мнению, ну, в случае Бет Шамая и Бет Хилал, обычно Аллаха следует Бет Хилал, но это не значит, что мнение Бет Шамая полностью неправильное, потому что в этих вещах нет объективной правды, Есть скорее источник на то и на другое в духовном. Могла история пойти, что в каких-то вещах приняли бы больше шиту Бет-Шамай. На самом деле в некоторых вещах мы представляем как Бет-Шамай. Есть традиции у некоторых каббалистов, что в будущем Галаха будет как Бет-Шамай. В всяком случае идея, что если спор по-настоящему ради небес, то это хороший спор. Из этого выходит как раз правда. И даже если одно мнение в результате принимается как практическое, хологическое решение, а второе отвергается, незначительно отвергнуто навсегда. И во всяком случае, что оно... Оба мнения в результате изучаются в Бет-Медрошах. До сих пор мы учим постоянно и мнение Бет-Шамай, и мнение Бет-Хилл. И этот махлокот остается. Значит, софоли и ткаем. Перевели, а скром не имеет конца. Я бы сказал скорее, что всегда будет какая-то от него, какой-то ким, что будет оставаться в каком-то смысле, да, не имеет конца. Может быть, правильный перевод здесь видно. А тот спор, который не Лишем Шамай, то, соответственно, он не софоли и ткаем, не останется. А именно, какой тогда спор будет не Лишем Шамай, они приводят пример из истории Короха и Моше. Но тоже интересно, не сказано спор Короха и Моше, сказано спор Короха и его компании, да, что весь махлокот в данном случае был инициирован только Корохом. Хотя он тоже привозил, согласно Хазани, некоторые халахические аргументы, выглядело, что он тоже спорит, как мудрец Торы, но на самом деле его спор был чисто личное дело, он еще привлек других людей. А некоторые объясняют, что оба-бак они еще между друг другом спорили все, да, и это в основном было только из-за желания получить власть. В общем, это не был спор, который Лишем Шамай, и, соответственно, мнение Короха не сохранилось, а наоборот пришло ему и его компанией наказание. Следующая, Мишна, про людей, которые приводят других либо к греху, либо, наоборот, к митцвам, да, что один человек, он может только сделать сколько-то митцвот или сколько-то грехов, но в добавке, если он лидер, да и вообще все мы в каком-то смысле влияем на других, хотим мы этого или не хотим, при общении, в разных ситуациях, так вот мы либо приводим других тоже к митцвот и влияем положительно, либо, наоборот, к грехам, хасвишавым. И, конечно, примеры будут даны, опять же, ну, самые такие известные. Значит, тот, кто приводит людей к митцвам, да, мизаке, это рабим это называется, помогает людям, они переводят это в скролле, помогает людям избежать греха. Не только избежать греха, сделать положительные заповеди, сделать хорошее, стать лучше. Тогда и Всевышний ему помогает, чтобы к нему, в его руки, так сказать, не попал грех. И он получает частично награду за все то, что привело к митцвам других людей. А вот тот, кто, наоборот, других заставляет грешить, да, приводит других к греху, вводит других в грех, то, получается, наоборот, Всевышний ему не дает раскаяться. Потому что будет несправедливо, что те люди, которые за него грешили, получат наказание, а он, такой, понимаете, белый и пушистый, раскаялся, и теперь он хороший. Да, что человек, который приводит других к греху, ему очень трудно раскаяться, потому что, а как насчет других, которых он привел к греху? Как сделать, чтобы они теперь раскаялись? Значит, классические примеры в данном случае. Моше, он, соответственно, помог многим избежать греха и делать митцвы. А, соответственно, ему и награда за всех, за них тоже. Они получают свою награду, но и он получает награду. А на этом, говорит, сказано в стих циткат Хашемаса у Мишпата в имя Исраэля. Это самый конец Туры. Глава Визота Браха. Он делал благое дело Всевышнего и законы он совершал, его законы он либо обучал Израиль, либо следил за тем, чтобы Израиль исполнял. А кто, значит, противоположный? В данном случае Моше. Это Ярован бен Ниват. Он же тоже был большой человек, согласно Хазару. Он вообще был очень большой мудрец и мог бы действительно стать великим лидером. Ну вот из-за своей гордости, из-за того, что боялся, что власть перейдет в Южное государство, где правил, правда, потомок Давида, но так получилось с небес, как говорится. Ярован был обещан еще пророком, что у него будет большая часть Израиля на его стороне. А как раз потомок Давида Ишлома, который правил, сын Ишлома, который правил в Южном государстве, он не был таким уж великим человеком. Да, Рехавам, он не был особенно великим человеком. И Ярован наверняка считался гораздо выше этого Рехавама. Но есть вот закон, скажем, когда евреи собираются раз в семь лет в святом храме после Суккота, во время Суккота, да, после Шмиты, что читает Тору царь действующий. Говорят Хазар, что подумал Ярован, вот придут евреи в храм, я буду стоять со всеми, а читать Тору будет, конечно, Рехавам, он царь, потомок Давида, который, да, на чьей территории находится святой храм. И люди скажут, типа, вот это слуга, Ярован он слуга, а это настоящий, настоящий царь, Рехавам. И из-за этого вот пошло и пошло, и стал он разрешать другие храмы, да, построил свои храмы, и потом часть людей вообще стала поклоняться идолам. И считается, что все те грехи, потом, которые были в Северном государстве, изначально Северное государство не обязательно стало бы грешным. Это было, как я сказал, в воле небес, что из-за грехов Шлома государство, евреев будет раскол. Хорошо, и такая была Гизейра, но это не значит, что они обязательно должны были враждовать, и обязательно должно было Северное государство пойти по тому пути, по которому пошло. Могло все пойти совсем по-другому, но вот первый царь сделал прецедент, как бы, тем более такой большой человек, как Ярован, который известен был своей праведностью и величием своими, и он сделал прецедент, что, во-первых, люди будут теперь приходить в его храмы вместо храма в Иерусалиме, постановил, что храм в Иерусалиме, он только временно был, да, не то место, которое выберет Всевышний, я это место еще не выбрал, да, из всех колен, а у нас есть пока свои храмы, потом, заодно, календарь у него был свой тоже, опять же, не слушался Сан-Херденов и Иудеи, и сделал месяц и так, что у них сдвинулись, соответственно, праздники, и получилось, что они Суккот празднуют восьмой месяц по нашему календарю вместо седьмого, и так далее. И, в общем, кончилось дело тем, что через несколько поколений северное государство было практически полностью уничтожено, и большая часть евреев там попала в изгнание. И вот все это, все эти грехи, получается, хотя бы гораздо больше грешники потом в северном государстве цари, которые поклонялись мамаши, идолам сами. И все равно все эти грехи считаются, что в каком-то смысле, да, инициатор, кто сделал первый прецедент, это был Яравам Бен-Эвад. Хата вехти этарабим. Значит, все эти грехи считаются на его, так сказать, банковском счете. И про это говорится уже в книге Млахим, что он за грехи Иравама, за его собственные грехи, которые он грешил сам, и которые, когда он вводил в грех Израиль. Теперь следующее. Теперь сравнивается Аврагам или Гавзил Билам, да, качества, которые были у Аврагама сопротив тех, которые были у Билама. Я уже говорил, что есть вот несколько мишнаек, где говорится про то, что уводит человек из этого мира. Так вот, там есть парочка из мишнаек, где по три вещи, которые уводит человек из этого мира. И Вильям сказал, что это как раз против этих трех качеств, которые были у Билама, как мы сейчас увидим. Итак, есть люди, у которых следующие три качества. И они тогда ученики Аврагама считаются. А именно, они имеют добрый глаз, видимо, имеется в виду желание хорошего для других. Нет у них зависти, жадности, а наоборот. Потом скромный дух и смиренный дух, так переводят, и скромная душа. Это значит ученики Аврагама. А как раз противоположность их это ученики Билама. У них, соответственно, злой глаз, как у Билама был Айн-Ра. И также очень, так сказать, возвышенная самооценка, да, высокомерный дух и еще большие желания очень, да, Тайва. А именно, алчная душа. Как много хотел Павел, денег и всего. Именно вот Билам выбран, знаете, таких людей много, но Билам, наверное, был большой человек. Опять же, говорится, что он был сравним по пророческим возможностям с Моше. Есть Медроши, да, что Билам мог бы быть на очень высоком уровне в духовном смысле, а вот получилось, что он только, да, пошел по пути зла, потому что такой был, такая мерзкая личность. Качества очень плохие. Все зависит от качества. Фундамент, соблюдение заповедей это качество. Надо над этим работать всегда. Значит, в чем разница между учениками Аврагама, нашего братца, и учениками Билама, злодея? Вот там называют всегда Билам-Хараша. Если прочитать в Торе, то вроде Билам может и не так очевидно, да, насколько он плохой, в зависимости от того, как интерпретировать этот отрывок. Но вот Хазар всегда вопрос называется там, по умолчанию, он называется Билам-Араша, Билам-Злодей. Значит, в чем разница между учениками первого, учениками второго? Ну, ученики Аврагама, как говорится, получают и в этом мире, едят дословно, да, получают свою награду и в этом мире, и главное, они унаследуют будущий мир. Основная, да, основная награда остается для будущего мира. И на это есть стих из книги Мишлей, чтобы дать наследство существующей речи на любящем меня и сокровищницей их наполнил. А насчет учеников Билама, конечно, они получают гигеном и спускаются, как говорится, в Бер-Шахат. Здесь, может быть, разные инопритации, что подсказывается, какая разница между Бер-Шахат и гигеномом, да, вообще слова для ада в еврейском языке есть много разных слов. Хазарь говорит про семь уровней, там, и в Зугаре это все обсуждается. В всяком случае, это какие-то виды наказаний. Иосковский привод превращает в ад для себя и также сходит в преисподнюю. Так они говорят, Бер-Шахат. Как сказано, это стих из Тегелима, из Псалмов, что Давид молится, чтобы Всевышний наказал злодеев, говорит, а ты, Бог, спусти их в Бер-Шахат, и эти люди кровожадные, пусть, да, и обманщие, а также коварные, обманщие, пусть они не проживут и половина жизни, а я буду на себя полагаться. И, если вам нравится это видео, жмите лайк, как я сказал, на следующем уроке мы с вами обсудим, пожалуй, самую, может быть, интересную Мишну в этом трактате, который имеет много халахических следствий. Если спросить, где в Перке Авод Мишна, которая цитирует Шухана Рух в разных местах, то это будет в конце нашего Перека, пятого, одно из утверждений Бентеймы, одна из Мишной Йот Бентеймы. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok